Мой рассказ будет посвящён углеродным наноматериалам. Ну вот как символ такой я нашёл тут картинку вращающейся молекулы пулерены. Я думаю, вы, наверное, знаете, да, об этом новом типе углеродных молекул. Вот. Но сначала несколько слов о том, что такое нано. Потому что нанотехнология сейчас очень модная, такое понятие. И вот где это просто бренд модный, а где действительно нанотехнологии, надо разобраться. Ну здесь просто порядок самой величины 10-9, так сказать, как бы приведён пример. И считается, что наноматериалы это материалы, которые хотя бы в одном из измерений имеют размерность меньше сотни нанометров. Сюда такое определение подходит, в общем-то, плёнки, которые применяются в микроэлектронике. Всяческие наночастицы, а также вот нанотрубки, пулерены, которые, по сути дела, скорее гигантские молекулы, чем наночастицы. То есть как-то хочется немножко различить, что есть наночастицы, которые не устроены, как молекулы с какими-то там постоянными связями, может иметь разное число атомов. Ну, это вот шкала размерности. Раньше мы пользовались ангстремами, теперь стали пользоваться нанометрами. И вот примерно, так сказать, каких размерностей что в нашем окружающем мире. Но есть более серьёзные работы, в которых рассматривается понятие «нано-не нано» с точки зрения поведения этих самых наночастиц. Вот всякая частица устроена, если это малая действительно частица, она устроена, ну и любая вообще-то, она устроена так, что у неё есть поверхность и есть внутренняя часть этой частицы. Когда происходит конденсация, энергия выделяется, значит, формируется эта частица, но на создание поверхности, поскольку поверхность – это напряжённое состояние, тратится энергия. И когда атомов счётное совсем число, то вся частица и есть в сущности одна поверхность. И такая частица скорее снова испарится в этой системе, они сконденсируются. Но когда превышает выигрыш энергии за счёт образования массы самой частицы, тогда такая частица начинает расти. И вот эти частицы на грани, когда число атомов поверхностных и число атомов, находящихся внутри частицы, более-менее сопоставимы, они обладают всяческими удивительными свойствами, и они и являются наночастицами. Но это не про молекулы, это именно про частицы. Вот, например, пример температуры плавления. Вы видите, что для золота при температуре, то есть, которая плавится за 1200 градусов, если частицы превышают, вернее, если их размер меньше где-то десятков нанометров, или десятки нанометров, то температура плавления существенно падает. Поэтому наночастицы, если даже и приготовить можно, то достаточно трудно сохранить. Они склонны к агломерации. Ну, и мы сталкивались с этой проблемой. Например, наночастицы алюминия, которые получались испарением алюминия в атмосферу инертного газа, и которые, в общем, применяются в ракетных топливах, они слеживаются. И даже у нас в институте проводились, например, работы по покрытию этих частиц с периодическим хромом тончайшей оболочкой. И после этого горение такого топлива становилось значительно более устойчивым. Ну, само, так сказать, представление о наноразмерности, оно, в общем-то, возникло с развитием инструментов, позволяющих исследования проводить на этом самом уровне. Ну, здесь вот не названо, к сожалению, просвечивающая электронная микроскопия. Всё-таки один из самых основных инструментов – это просвечивающий электронный микроскоп. Ну, просвечивающий электронный микроскоп, он устроен так же, как оптический, только вместо светоэлектроны, вместо линз магнитные поля. Ну, и всё это в вакууме. И, естественно, объект, который мы исследуем, он должен быть прозрачным для электронов, то есть сам быть не больше 100 нанометров в сечении. Не в сечении, вернее, в толщину, скажем, для того, чтобы мы его должны просветить. А дальше всё так же, как в обычной оптической микроскопии картинка. Те же проблемы, но увеличение электронной микроскопии современной достигло атомного, то есть уже возможно разрешать отдельные атомные плоскости в таких наночастицах золота, как золото в том же граффити, скажем, в нанотрубках, стенки видны прекрасно. Но особый скачок дало развитие сканирующей электронной микроскопии. А, нет, ну сканирующая электронная микроскопия позволяет работать с непрозрачными объектами, лишь бы они проводящими были. Там ощупывает их электронный луч. И картинка весьма объёмная. То есть глубина резкости у сканирующего электронного микроскопа равна ширине кадра, так сказать, линейным размером кадра. Дальше появились вот атомная силовая микроскопия, сканирующая туннельная микроскопия. Особенно остановлюсь на сканирующей туннельной микроскопии. Сканирующая туннельная микроскопия – это по существу некий профилометр. Ну, так же, как, скажем, раньше, ну, сейчас уже, наверное, не все и поймут, когда я буду говорить о пластинках, которые проигрывали на патефоне, и в которых игла бежала по бороздке. Вот эта игла, скажем, неровности этой бороздки за счёт пьезопластиночки записывала, ну, вернее, воспроизводила в виде звуковых сигналов. А сейчас такая же игла, управляемая компьютером, по любому объекту сканирует с телевизионной разверткой, и в зависимости от расстояния от этой иглы до поверхности объекта выдаёт в цифрах эту информацию, и компьютер, переводя эту информацию в цвет, допустим, рисует картинку. При этом кончик иглы работает один, по сути дела, атом на кончике иглы, поскольку туннель, и основан это на туннельном токе, то есть токе, проходящем через некий вакуумный промежуток, ну, размером равным примерно атомным размерам. И вот на таких расстояниях туннельный ток очень сильно зависит. На одно атомное расстояние в 10 раз меняется, величина туннельного тока. И как оказалось, что чувствительности таких приборов достаточно, чтобы с атомным разрешением получить картинку поверхности. И один из тест-объектов, широко применяющихся, это как раз углеродный материал, графит, хорошо ориентированный пирографит. И там эти шестиугольники совершенно прекрасно видны, потому что авторы с начала этого прибора, Биннинг и Режев, не поверили тому, что они увидели, и считали, что может это интерференция какая-то, компьютерные просто глюки, когда увидели картинку в атомном разрешении. Потому что они-то строили просто профилометр, высокоточный и работающий не по одной линии, а по площади, по площадке. Вот такой двумерный профилометр. Оказалось, что он имеет атомное разрешение. Ну и вот когда появились такие приборы, исследования на атомном уровне, манипулирования наночастицами, потому что в туннельном микроскопе они умудрялись, например, даже замороженные при гелевой температуре атомы ксенона переставлять на поверхности этого самого графита, и они там лежали, где их положили, их можно было снова там увидеть. Вот до чего, так сказать, дошла работа с нанообъектами. До манипулирования единичными, по сути дела, налетами. Но вот всё это и породило такой, что ли, бум как бы нанотехнологий. Я буду рассказывать только об углеродных наноматериалах. А это, вообще-то говоря, графен, нам трубки и фуллерены. Ну, так проще. Графен – это одна плоскость из графита отделённая, гексагональная решёточка, свернули её, получилась трубочка, добавили дефекты в виде пятиугольников, и получился шарик, фуллерен. Но исторически всё происходило наоборот. И первыми Нобелевскую премию не за графен получили, а за фуллерен. Вот, значит, история начинается с того, что, как говорил предыдущий докладчик, очень много всяких разных молекул в спектрах пылевых. И среди прочих было высказано предположение, что есть там и частицы углеродные, маленькие углеродные какие-то сферические частички. И тогда Хаффман и Кречмер решили проэкспериментировать, на Земле промоделировать эту космическую пыль. Они просто взяли и, нагревая между двумя угольными электродами стерженёчек, напылили углерод на некую прозрачную плёночку-подложку. Это процедура, которую мне, как электронному микроскописту, тысячу раз в жизни приходилось делать, потому что для того, чтобы снять, скажем, поверхность объекта, когда ещё не было растровых микроскопов, делали слепо, крепли, напыляли графитовую плёночку, отделяли её с помощью желатина, желатин растворяли в горячей дистиллированной воде, плёночку вылавливали на сеточку, плёночку оттеняли боковым напылением, скажем, платина или золота, и получалась очень рельефная картинка этой поверхности с достаточно высоким разрешением. Вот всё так же. То есть приборы для этого были вакуумные, никаких проблем, ничего им делать не пришлось. Единственное, что они распыление это провели, подпустив слегка в вакуум гелий, потому что если в хорошем вакууме пылить, то молекулы летят без столкновения до подложки, а если ввести туда гелевую атмосферу, разреженную, то до того, как они долетят до подложки, они испытывают столкновение, и там уже прилетят какие-то синтезированные частицы. Вот. Ну и сняли спектр они этих частиц, но не похоже было ни на один из спектров углерода, и не похоже ни на один из спектров звёздных, скажем. Что-то получили. И опубликовали статью под названием «Принципиальная возможность моделирования космической пыли в земных условиях». И свои результаты без расшифровки. Это был 1982 год. Другая группа, работающая с Гарри Кротто, искала примерно так же на этом же пути расшифровку вот этой космической пыли. Роберт Кёрл до этого работал у Ричарда Смолли. А Ричард Смолли – это сотрудник в Райс-юниверситете в Нью-Йорке. И он занимался как раз исследованием различных малоатомных кластеров. Известно, что малоатомные кластеры исследуют с помощью массоспектрометра. Время пролётной массоспектрометра устроен так. Там, значит, частицы, испаряемые, скажем, лазерным ударом или каким-то другим способом, получают импульс. Все более-менее одинаковые. И отправляются в полёт по вапливной трубе длиной где-то около 2 метра, 2 метров. И попадают, значит, на детектор. Но поскольку масса у них разная, все они летят с разными скоростями. Более лёгкие прилетают раньше. И сейчас регистрирующая электронная аппаратура дошла до таких, так сказать, возможностей, что отдельно регистрируются даже различные изотопы. То есть вот разница массы на один протон или нейтрон уже даёт разные линии в этом спектре. И Роберт Кёрл организовал, видимо... Ну, они организовали совместный грант. Ричард Тосмоли изучал любые частицы. Ну, по заданию, я так понимаю, электронщиков. Потому что при напылении плёнок важно, в каком состоянии прилетает одна молекула или кластер какой-то на подложку. Тогда разные характеристики получаются у тех плёнок полупроводниковых, которые мы вакуумным напылением получаем. И у него к этому самому Ричард Тосмоли, к этому прибору, к массоспектрометру в время пролётному, была приспособлена камера для генерации таких кластеров. В общем-то, вот испаряемый лазерным ударом материал попадал в сверхзвуковой поток гелий, который синхронно испускался вот из вот этой камеры. И, значит, частицы могли, ну, кластеры в этот момент могли бы расстать. И потом уже их разгоняли, и они попадали в это время пролётный массоспектрометр. И для разных материалов, подбирая разные условия, были сняты спектры. Оказалось, вообще-то говоря, что разными энергиями обладают кластеры, отличающиеся иногда даже на один атом или на одну молеку. И их содержится разное число. То есть неравномерное распределение, там одинаково, двоешек, троешек, четвёрок, пятёрок. А возникает линейчатый спектр с большой разницей содержания тех или иных кластеров. И вот, значит, ну, они сделали, видимо, грант для исследования кластеров углеродных. И занялись этими исследованиями. Аспирант, который сидел за этим аппаратом, вот, в общем, прибежал сначала. Никаких чудес особых не было. Был такой более-менее равномерный спектр. Но потом удалось подобрать условия, когда линии, соответствующие по массе 60 и линии, соответствующие по массе 70 атомов углерода, существенно стали более интенсивными. То есть, ну, и это ещё не самый лучший спектр. Были спектры, где практически только эти линии видны. Дальше была некая история такая драматическая. В общем, они погадали, как устроены эти частицы, и разъехались. И втихаря друг от друга, значит, Смолли и Кротов в разные журналы послали вот идею о том, как устроены частицы из 60 атомов углерода. Один назвал Крота это футболеном, поскольку это похоже на футбольный мяч. Здесь каждый шестиугольник окружён, значит, тремя пятиугольниками и тремя шестиугольниками. И каждый пятиугольник окружён чисто шестиугольниками. Тогда же возникла идея изолированных пятиугольников, что такие структуры якобы более удобны. Ну, это быстро, так сказать, прошло. Нашли и другие всякие структуры. Ну, как только это предположение было высказано, они пытались наработать значительное количество этого вещества. И хоть тут Смолли изображён скобой с раствором фуллерена, но и это неправда. Они не получили фуллерен как вещество, хотя какие-то свойства его и даже реакции с фуллереном, и даже эндофуллерены, когда внутри фуллерена сидит другой атом металла, они получили с помощью своего прибора. Но вся эта химия была на уровне единичных молекул. То есть, только по массе можно было. А реально, как устроены эти молекулы, было сказать трудно. Но предположение вот такое было высказано. Значит, ну вот Хаффман и Крэйчмер, вернёмся к ним, которые свою установочку делали. И через пять лет, когда до них эти работы все дошли, они сообразили, что, скорее всего, у них именно вот этот фуллерен, наверное, и синтезировался. И вот они провели простой опыт. На сей раз даже они просто сжигали в дуге, в атмосфере гелия. Ну, здесь схема такой установочки. Это водоохлаждаемая оболочка, водоохлаждаемый катод и анод в виде стержня углеродного. Вот такой вот углеродный стержень. Именно такой они и применяли. Он для спектрального анализа. Это уголь для спектрального анализа. Значит, стержень разлетается, сажа оседает на стенке. На катоде, сразу же скажу, растёт вот такой вот катодный нарост. Лучше не открывать, потому что перемазаться можно. И, как выяснилось потом, сердцевина этого катодного нароста содержит углеродные нанотрубки. Ну, к этому мы дальше ещё вернёмся. У нас в Нижнем Новгороде, как только был осуществлён... Да, и Хаффман, и Кречмар, они что сделали? Они получили, когда эту углеродную сажу, они решили, что бензолоподобные какие-то структуры-то должно подобное в подобном растворяться. И сажу это они кинули в бензол и получили вот такой вот сиреневый... У него колбочек похожий с такой, да? Красивый, да, растворчик. Сиреневый растворчик. Вот он уже держит колбочку после... Нобеля-то ему дали после того, как Хаффман с Кречмаром синтезировали всё это. Вот мне этих ребят жалко, они ничего не получили. Ну, которые дали химикам в руки это вещество. Это сажа, как выяснилось, содержит и С60, и С70, и С там ещё много всяких разных. Тут найдено было математикам, и они сосчитали совершенно несметное количество возможных конфигураций из шестиугольников и пятиугольников, и пространственные группы для всего для этого сразу посчитали. Но экспериментаторы это... Ну, что-то нашли, но что-то очень трудно выделить. Вот удачно, что очень хорошо растворяется в 60-е и 70-е. Значит, на самом деле, Хаффман с Кречмаром первый свой раствор вот такой вот бордовый получили, потому что это смесь 60-го и 70-го, а 70-й гораздо более хромофорен, и он такой кирпичный насыщенный тон имеет в растворе. Вот. И надо было разделить 60-е и 70-е. Ну, это уже с помощью хроматографии удалось достаточно легко сделать. Получились кристаллики. Хаффман с Кречмаром не втихаря всё это делали. Они тут же позвонили, во всех лабораториях были воспроизведены эти опыты, поскольку они очень простые, все убедились. Попытались понять структуру этого соединения, но рентгеноструктурный анализ, к сожалению, картинки не дал, потому что он дал центры шаров, а в фуллерите, в кристаллике, состоящем из молекул фуллерена, сохраняется вращение этих шаров. И нету координат у атомов. Поэтому вот точно координаты атомов удалось определить, только когда синтезировали так называемые экзоэдралы фуллереновые. У фуллеренов интересная дальше химия пошла. Я тут не специалист совершенно. Мы занимались именно синтезом самих фуллеренов. Но, правда, эндофуллерен тоже удалось как-то сделать однажды. А так, в общем-то, когда привязали спиртовую молекулу к одной из этих связей, через, по-моему, через кислород там, и еще атом тяжелого металла, то есть этот шар получился как бы с ручкой. И вот там эти шары в таком кристалле, монокристалле, оказались зафиксированными. От такого монокристалла уже удалось сделать рентгеноструктурный анализ и показать, что да, действительно, вот шар именно так и устроен. Хотя расстояние, где двойная связь, где 6-6 сопрягаются кольца, они чуть больше, чем там, где 5-6 сопрягаются. Вот в нашем городе, значит, ну, те наши бизнесмены, которые произошли из ученых, они занимались синтезом всяких диковинных химических соединений на весь мир для полупроводниковой электроники. Это, значит, вот Саша Дрэгич, у него сейчас фирма, одна из самых... В общем, вот говорят, что недавно были у него всякие иностранные гости там, и пришли к выводу, что нигде в мире нет настолько хорошо оборудованного предприятия с такой степенью соблюдения техники безопасности, экологии, чистоты и всего прочего. Работают выпускники нашего университета, многие из нашего института ушли к нему зарабатывать прекрасные синтетики. Там дело поставлено так, что, скажем, ну, они только проводят сам синтез, приходя в бокс, который подготовлен, и уходят. Дальше есть другая смена, которая разбирает установку, извлекает, так сказать, материал, моет, собирает, на следующий день готовится это что-то для другого синтеза. И вот Дрэгич, когда узнал о том, что открыли фуллерен, и для лабораторных исследований они нужны, и стоят они бешеных денег, он, значит, заказал такую же вот схематическую установочку, в ЭПФАН, там эту установочку сделали, и наш химик Александр, Михаил Александрович Лопатин, вот он здесь на картинке, он первый, наверное, в России и в нашем-то городе абсолютно точно синтезировал фуллерен. Он один все осуществлял, значит, установку для получения сажи ему дали, а хроматографию он разрабатывал сам. И более того, он разработал систему очистки С70-го, то есть у них был и С60 частотой 99-99, и С70 99-95. В то время это стоило бешеных денег. Вот в сумме он сделал где-то несколько десятков грамм 60-го и грамм, может быть, чистого 70-го, принес этим, ну, 50 или более тысяч долларов Саши Дрэгичу, ну, и какую-то зарплату получил, так сказать, за это небольшую. Потом Дрэгич отказался, поскольку очень, ну, сложные синтезы, небольшие количества, и заказы только в науке. У нас наш вот сотрудник Корнацевич, Владимир Леонидович, это вот, к сожалению, уже не живой сейчас Александр Иванович Кириллов, Коля Семенов, Юра Чечет, ну, и я, наладили свое производство уже фуллеренов установка. У нас была вот эта первая установка, на которую даже через 10 лет удалось взять патент. Потому что в то время, пока не взялись крупные фирмы, и не было вложено денег, а все это делалось на коленки, на свои, можно сказать, вот была сделана эта установка, в которой можно не один было стержень сжечь, а 80 стержней. За одну загрузку, за одну затрату гелий, за одну откачку, то есть в 80 раз экономился гелий, в 80 раз масло в фурвапанном насосе, которое загрязнялось этой пылью, существенно меньше грязи, потому что разгрузка после сжигания только 80 стержней. Ну и здесь вот мы наладили производство и обрушили цену с 1000 до 20 долларов на грамм. Но не мы сами это продавали, это значит все шло через Москву, через фирмы, которые могли этим заниматься, а мы очень скромно, так сказать, зарабатывали, съедая огромное количество сажей, выдыхая это, работа грязная до невероятности. Потом наш нижегородский бизнесмен, значит, Роснецов, Лев Давыдович, владелец фирмы Intel Farm, заинтересовался этим. У него до сих пор до конца не осуществленная, но была мечта создать мощный противовирусный препарат из фуллерена, а лекарство ни много ни мало от ВИЧ. Ну и он, в общем-то, проплатил работы в московских институтах, а потом вот к нему ушла наша сотрудница с Уорвольгой, Николаевной, и она сейчас занимается. Дело всего в том, что сам по себе фуллерен не растворим, а чтобы он был биодоступен, либо к жиру надо привязать, либо к воде его. И вот его модифицируют. Тогда же Роснецов оплатил... Я не скажу, только его сам фуллерен как препарат, кстати, не относительно. Нет, как препарат. Модифицированный фуллерен как препарат. Я дальше расскажу. И, значит, вот с помощью наследства этого Роснецова опять же в мастерских ИПФАНа были сделаны установки. Ну, видит бог, что, в общем-то, установки были сконструированы целиком у нас. Всё до винтика, так сказать, это нарисовано было в железке мной, загрузчик Саша Кириллов. Ну, конструктора потом эти эскизы обрабатывали, но не внося никаких уже изменений. Вот, ну, мы долго этим занимались. Здесь масса установок. Ну, та первая, я считаю, была самая хорошая, потому что в ней был самый большой выход фуллеренов Саша. Дальше мы гнались за количеством, а увеличивали масштабы, мы теряли, так сказать, выход. Но, тем не менее, вот был создан такой цех, вот сейчас он не весь здесь, там десяток таких установок сейчас стоит, который может производить, ну, где-то, может быть, килограмм фуллерена в месяц. Но, Роснецову, это, вообще-то говоря, мало. Он собирался покупать китайский, но доллар вырос, стало все дорого очень, и, в общем, сейчас опять вернулся интерес. Я же за это время сделал установку, вот это уже целиком мое детище, с реверсивным горением дуги, потому что я вот вам показал, какой катодный нарост, то есть, вместо сажи еще растет такая вот бульва на катоде, и 70% материала углеродного уходит туда. Вот здесь, как бы, два загрузчика с двух сторон, и стержень горит со стержнем, здесь вот в окошечке видно, что дуга горит, светится окошечке вверху. Это вот, значит, вот так вот работает переключатель, переполяризует эту дугу, и, что самое главное, нами были найдены режимы, при которых вместо такого вот катодного нароста, ну, вот совсем немножко переходит. Но здесь важно было успеть переключиться, вот весь фокус, реверс-то придумали многие, и сжигали просто этот катодный нарост, но он разрушался, разбавляя эту самую сажу продуктами, ну, которые потом хитрые петербуржцы назвали астроленами, потому что там всякие необычные формы углерода, алмазы подобные, чешуйки всякие такие, в общем, сферической формы, недоделанные фолерены, короче говоря, вот они назвали их астроленами, стали их вводить по качеству абразивных материалов, антифрикционных, в общем, всячески, чтобы использовать вот этот катодный нарост, не выкидывать его. Ну, а мы тогда, вот я на этой установочке, что еще проделал, вот можно высверлить этот стержень насквозь, постараться, ну, на свой станочек это все ручная собственная работа, набить его смесью оксида скандия с порошочком меди, отжечь там в деле, и потом, если сжечь, то получается фолерены, содержащие внутри три атома азота, скоординированных на скандии, но фолерен не шестидесятый, вот если вы посмотрите, я боюсь, что тут не видно С80 скандии три фолерен получается, ну, это вот честный наш спектр МАЛДИ, так называемый, сейчас вот спектроскопия больших молекул, это фирма Шимадзу сделала так называемые МАЛДИ-спектрометры, вот я вам рассказывал про время пролетных, а при ударе так сказать, этим самым лазером молекула разбивается и в основном агентфицируются осколки и по осколкам восстанавливается а поднять молекулярный ион достаточно сложно но вот придумали в матрице это дело то есть подбирается определенная матрица я расскажу только одну вещь тогда очень фуллерены значит решили испытывать не не вредны ли они как всегда и у нас в Гущине образовательный институт я подарил им все грамотные фуллерены никакого совершенно а француз которые покупали фуллерен наш через фирму мы мы его знаем они растворили его просто-напросто в оливковом масле и исследовали там грамм примерно на литр растворяется и проделали следующий опыт они взяли я этот опыт расскажу потому что это очень важно три группы крыс одна контрольная вторая получала оливковое масло и третья группа получала значит с фуллереном расплод фуллерена давать начали девятимесячным крыскам после полувозрелства чтобы это не влияло на развитие первая группа прожила два года крыски в среднем как положено лабораторным крыскам вторая 26 месяцев в среднем и в этот момент не умирала ни одна крыса из контрольной группы им прекратили давать фуллерен и они благополучно прожили еще одну жизнь еще два месяца то есть вот эти крыски из контрольной группы до значит вот четырех в среднем прошлое вот к сожалению это достаточно грибный опыт и я не вижу продолжения пока литературе вроде не нашлось а наши вот эти сотрудники они выпустили лекарство фуллерен но у них основные проблемы с сертификацией этого лекарства поскольку производная фуллерена водно-растворимая очень трудно это не моносоединение слишком много посадочных мест на этой сфере и получается смесь и вот ее идентифицировать и показать что каждый раз вы получаете тот же самый препарат вот это основная проблема на которой сейчас бьются хотя добровольцы испытывали на себе и в общем-то задержка этого ВИЧ-заболевания очень существенная была на добровольцах ну к сожалению время не отмечать в экране большое спасибо уважаемые